Всем привет! Я Рита Мурадова, и это мой канал на YouTube. И сегодня мы с вами поговорим об очень интересной теме, поговорим о том, какие тренды в украшениях у нас присутствуют в 2020 году. Кстати, естественно, так как у нас уже декабрь, и мы плавно переходим в понимание того, что скоро наступает Новый год, я, скорее всего, на канале буду делать видео, так или иначе, посвященное предстоящему году, масштабным трендам, думаю, что будет нас интересовать в этом году в плане моды и какие-то отдельные детали. Начнем, я думаю, с украшений. Я недавно проводила небольшой мастер-класс по приглашению бренда Тиффани на мероприятие под названием «Завтрак у Тиффани». Это ежегодный завтрак, который происходит в декабре для клиентов бренда. Это закрытый, ограниченный такой маленький завтрак. Под него закрывается бутик Тиффани в Киеве, и в один и тот же день эти завтраки походят в бутиках Тиффани по всему миру. Приблизительно одинаковый какой-то сценарий, даже меню разрабатывает один шеф для всех абсолютно Тиффани, и они потом договариваются, чтобы какое-то заведение локально приготовило по этому меню. В общем, я по приглашению Тиффани как раз говорила о трендах в украшениях и поняла, что как раз, что пора говорить о том, что будет актуально в следующем году. Соответственно, поговорим об украшениях. Перед тем, как мы будем стартовать, я хочу напомнить, что у нас продолжается и заканчивается регистрация на курс «Персональный стилист», на курс «Стиль для себя», на курс «Профессиональный блогер» и на курс «Повышение квалификации стилиста». Это курсы, потоки которых будут стартовать во второй половине января. На все эти курсы у нас осталось буквально, насколько я знаю по сегодняшним данным, по одному-два места. На некоторые курсы у нас уже полностью расхвачены и распроданы места. Поэтому для того, чтобы зарегистрироваться на последние места этих курсов, если вы хотите стартовать свое обучение в второй половине января уже 2020 года, кликайте по ссылке под этим видео, там будут все детали, в том числе стоимость, план курса, максимальные вообще подробности того, что в себя включает курс и на что он ицелит, кому он подходит. Стартуем с нашей тематикой и первый актуальный тренд в украшениях в будущем году – это очень много микса золота и серебра. Оно практически везде. Если честно, этот микс присутствует и на подиумах, этот микс присутствует и в масс-маркете. И сейчас уже очень активно масс-маркет все подиумные тренды приобщил к себе, внедрил у себя в коллекциях и можно купить. Замечательные, кстати, вариации украшений для 2020 года в той же Заре, Манго и так далее. И микс золота и серебра у нас всегда присутствовал, но в этом году в предстоящем он особо актуален. Вообще 2020 год и в целом движение мира, мы прекрасно понимаем, что тренды, они не находятся опосредованно от того, что происходит в мире. Тренды всегда каким-то образом переплетены с тем, какой настрой социальный у общества, какие политические и геопилитические изменения происходят. Это действительно, иногда даже вы можете этого не замечать, но каким-то образом мода отражает все, что происходит в мире. Так вот, вот этот вот тренд на микс золотой и серебра, то, что достаточно долго было табу, точнее для многих было табу, хотя на самом деле это прекрасно сочетается. Мы понимаем, что в том числе подоплека этого тренда и активизация этого тренда в конце 2019, на самом деле, 2020 году, это нарушение правил и норм. Общество в целом перестало быть сковано какими-то нормами, оно выходит за них, оно нарушает правила, оно заинтересовано в том, чтобы расширять свои границы комфорта. И вот этот выход из зоны комфорта, это и есть как раз сочетание золота и серебра, разрушение всех возможных и невозможных табу. Золото и серебро прекрасно в образе сочетается, я говорила, что один из замечательных вариантов и плюсов на самом деле сочетания золота и серебра, это повышение степени завершенности наряда. Когда вы добавляете не один финиш металла, а несколько видов финишей, вы можете добавить, конечно, еще и розовое золото, желтое золото и белое золото, допустим, да, по финишу, вы повышаете понемногу степень завершенности наряда, очень мягко и очень нежно. В отличие от, например, просто одежды, которую вы начинаете наслаивать, ее очень много может быть в образе, и вы достаточно быстро можете переборщить, в то время как просто миксуя, допустим, кольца золотые и серебряные, или одну золотую, другую серебряную подвеску, или с золотым и серебряным финишем, вы очень нежно внедряете вот эту завершенность и градус степень завершенности, он немножечко повышается, но не очень активно переборщить достаточно сложно. Плюс, на самом деле, именно сочетание вот этого двух вариантов золота и серебра, вообще вариантов финиша и металлов, оно дает впечатление легкости, такой приятной небрежности, и дает ощущение того, что вы недолго сидели и выверяли каждую деталь в наряде. Вот это вот синдром прэппи, да, когда ты каждую деталечку подбираешь друг под друга, просматриваешь, ага, здесь розовое золото, значит, и на сумке розовое золото должен быть финиш. Это вот то, чего мы в целом избавляемся как общество, мы понемногу переходим к какому-то такому позитивному хаосу, как я бы его назвала, когда каждый человек немного сам изобретает свои стили, нарушает правила, так что золото и серебро классно сочетаются. Это можно сочетать и в плане фурнитуры, допустим, на сумке и украшений, на сумке фурнитура золотая, украшения серебряные, наоборот, замечательно все будет выглядеть, не сомневайтесь и экспериментируйте. Идем дальше, и серьги-кольца. На самом деле, серьги-кольца это прекрасный абсолютно тренд, он визуально всегда немного вытягивает лицо, и не настолько он нарочитый, как, например, просто какие-то весюлечки, да, достаточно активные, которые больше подходят под вечер, и не каждому типу лица подойдут. А вот серьги-кольца, они, во-первых, завершают наряд, они могут быть как суперактивными, с какими-то камнями или декоративными деталями, точно так же и максимально простыми, базовыми. Прекрасно будут выглядеть в абсолютно каждом образе, и с платьями, и с брюками, и с джинсами, и даже со спортивным каким-то костюмом, и с какими-то спортивными или более кэжульными элементами. Джинсы-футболка и серьги-кольца ваш образ готов, их можно увеличить и делать утрированными, огромными, можно оставлять в таком размере, который вам комфортен. Единственное, девушкам с круглой формой лица, если вы таки надеваете именно серьги-кольца, желательно, чтобы они выходили по длине, когда свисают за уровень вашей челюсти. То есть, чтобы они визуально немного вытягивали лицо, иначе они его визуально будут, опять же, еще больше округлять, расширять, что в целом нам нежелательно. Так что серьги-кольца носим можно по одиночке, как модно серьгу носить, можно носить вместе. Дальше, мы уже с вами знаем, в 2020 году продолжается и активизируется тренд на массивные цепи. Цепи в виде а-ля чокера, цепи более массивные, нагромождение цепей в различных вариациях. Можно в том числе сочетать два тренда и добавить одну цепь серебряную, другую золотую, по вашему желанию. Это может быть цепь на шею, это может быть цепь в виде браслета, это может быть цепь в виде таких цепочечек подвесок на ушах. Опять же, вы сами создатель своего стиля, и вы сами для себя решаете, что вам интересно. Но цепи это очень интересный элемент, я знаю, что многие его боятся, но не стоит это делать, потому что на самом деле очень легко можно взять и эту цепь уменьшить, например, чтобы она не была такой активной и грубой, и маскулинной, чего многие опасаются. Или же можно наоборот ее утрировать и увеличить, и добавить к совершенно базовому наряду из тех же джинс и футболки. Вы добавили жакет, добавили цепь, добавили грубые ботинки или даже ботильоны на каблуке женственной, и вот эта цепь немного уравновесит и завершит наряд, и очень правильные акценты расставит его в вашем образе. Так что я очень советую поэкспериментировать с цепью. Начинайте с малого, а потом, так сказать, продвигайтесь. Потом, естественно, если вы уже опытный пользователь цепей, можно взять цепь и потом к нему добавить еще другие подвески, не цепи, что визуально чуть-чуть больше активизирует зону декольте и замечательно будет смотреться. Следующий тренд это массивные украшения. Массивные украшения. То есть мы предпочитаем, если помните, некоторое время назад у нас были актуальны вот это вот маленькие колечки, их огромное количество, они были очень деликатные, и их носили практически на всех пальцах рук. Так вот, в данном случае мы переходим активно в фазу массивных украшений. Массивных стейтмент-украшений. Это тоже напрямую связано с некими геопиолитическими социальными изменениями в 2019-2020 году. То, что человек делает заявление стейтмент, украшение стейтмент в переводе с английского это и есть заявление некое. Так вот, мы своими украшениями, конечно же, делаем некое заявление. Они не столько являются дополнением к образу, сколько иногда главной такой прямой балериной, главным голосом нашей песни, солистом. Соответственно, массивное кольцо, можно даже несколько, очень актуально, несколько интересных, разнообразных, можно даже в различных финишах металлов колец. Это может быть массивная цепь, это может быть стейтмент серега и сережки, опять же, моносерьга, одна достаточно активная, одно активное украшение. Можно даже несколько сочетать, желательно, если у вас есть, опять же, мы уже с вами про это говорили, комплект из украшений, их вместе, если они достаточно активные носить, максимально далеко. Например, на мне сейчас достаточно, я бы сказала, стейтмент украшения Булгари. Вот эта вот подвеска. Если бы я сюда же надела такие же сережки, это было бы too much. Смотрелось бы нарочито и не очень интересно. Это более вечерний комплект был бы, более чем дневной. Соответственно, у меня кольцо из этого комплекта. И они максимально далеко друг от друга находятся. Что играет мне на руку. Чего я и вам желаю. Массивное украшение, на самом деле, это очень интересный способ выразить какое-то настроение. Мы все с вами уже знаем о том, что одежда и аксессуары выражают некое настроение. И мы передаем свое внутреннее состояние через одежду. Соответственно, можно этим воспользоваться. Следующее, это сферические объекты. Вообще сферы, шары, круги, это все, на что обращаем внимание в 2020 году. Это могут быть серьги, висюльчики такие с активным шаром внизу. Это могут быть пусет с шаром. Это может быть подвеска с шаром. Это может быть несколько шаров. В том числе в бренде Тиффани, в коллекции Hardware, есть отдельный такой массив этих различных сферических объектов. Из них можно выбрать. В масс-маркете, естественно, присутствует огромное количество этих шарообразных сережек, браслетов и всего чего угодно. И если честно, особенно если вы чувствуете, как обычно, что вы хотите поэкспериментировать с каким-то трендом, в том числе в украшениях, я бы, естественно, не советовала его сразу приобретать в люксовом или даже среднем ценовом сегменте. Вам нужно сначала к нему привыкнуть и понять, что это ваше, что вы действительно готовы долго носить эту вещь, это украшение, и оно вам не надоест, только потом приобретать что-то в люксе, если у вас есть такое желание и возможность. Потому что, на самом деле, проблема с люксовыми приобретениями, люксовыми покупками, в том числе в бижутерии, в том числе и в бижутерии, конечно же, и в украшениях драгоценных, то, что малейшее абсолютно, как только ты его вынес из бутика, оно уже чаще всего будет стоить дешевле. Плюс, если у тебя есть какие-то малейшие царапинки, а я не очень аккуратно, на самом деле, ношу веющие украшения, они мои, я их ношу. Я не сдуваю пылинки с вещей. Я их покупаю для того, чтобы носить, не для того, чтобы выставлять на полочке, честно. Вот это моя позиция. Пишите в комментариях внизу, что вы думаете по этому поводу, как вы носите вещи. Я человек, который покупает и чувствует полное право носить вещи, так как ему комфортно, и в моем случае это значит максимально ее убивать. Поэтому на кольцах у меня есть уже какие-то потертости, царапины. Для меня это очень окно. Наоборот, для меня именно благодаря вот этим царапинам и каким-то таким деталям вещь становится максимально моей. Так вот, как только вы эти царапины нанесли, если у вас есть мысль о продаже дальнейшей этого украшения, оно будет стоить намного дешевле. И все эти детали, они очень сильно снижают цену перепродажи. Соответственно, если вы поносили кольцо, не знаю, две недели, оно вам надоело, и вы хотите его продать, и вы уже за это время успели какую-то царапинку на него нанести, вы мало того, что теряете деньги, вы еще и приобрели в результате, потеряли деньги на вещи, которые вам не совсем интересны в долгосрочной перспективе. Поэтому экспериментируйте, а только потом приобретайте что-то на долгое время. Дальше у нас есть чокер. Вы на меня тоже сегодня видите чокер. И чокеры, я знаю, что у многих есть ассоциация с чокерами в виде каких-то массивных элементов у основания шеи, которые очень сильно ее укорачивают. На самом деле, совершенно не обязательно чокер должен укорачивать шею, если это такой маленький, из кристаллов, очень деликатный. Этот, например, чокер на мне, бренда M.Duelys, это американский бренд, который базируется в Элее. Это достаточно комфортный ценовой сегмент для того, чтобы приобрести. Он очень качественный, хорошо носится. Можно из маленьких каких-то одноцветных кристаллов. У меня здесь просто такая целая радуга у основания шеи. Он визуально шею не укорачивает, очень интересно смотрится, подчеркивает любой наряд и абсолютно со всем сочетается. Именно вот этот вот комплект, сочетание вот этого чокера, этой подвески, я буду надевать, например, с вечерним бальным платьем, в котором буду присутствовать на Red Shoes Christmas Dance, который у нас произойдет, на самом деле, вот на момент съемки. Сегодня пятница, а в воскресенье уже происходит праздник. Так что чокер очень универсальный, совершенно не обязательно массивный. Опять же, если хотите, они могут быть массивными, с какими-то лого или же без лого. Могут быть с какими-то весюлечками, которые визуально еще будут удлинять шею. Такие чокеры, в том числе, присутствуют в бренде Mio Mio. Это чокеры с кристаллов. Опять же, в любом ценовом сегменте чокера есть, можете не сомневаться, можно даже самому этот чокер сделать. Блин, взять в магазине для создания самостоятельного украшения какую-то леску, какой-то бисер, какие-то еще весюлечки, все это добавить, завязать, и вот вам чокер. Так что особо стараться тоже не нужно, и в любом ценовом сегменте можно найти то, что вам подходит. Дальше, очень актуальный вариант украшений, это украшение лассо или украшение петля. Как бы ужасно это ни звучало, когда у вас есть элемент чокера, или похожего на чокера слегка удлиненного, и дальше у вас есть свисающая деталь, и между этим у вас есть такой вот узелочек, который все это затягивает, и можете его затянуть чуть выше, чуть ниже. Особенно для тех, у кого лицо в форме круг, или форме квадрат, когда визуально немного вытягивание, некое нужно, удлинение силуэта, и вообще всей портретной зоны, именно вот это украшение лассо или петля, идеально будет подходить, и абсолютно совсем сочетаться как с вечерними образами, точно так же и с образами будничными, те же джинсы, футболка, жакет, и побежали. И последнее, очень актуальное, это моносерьга. В этом сезоне моносерьги носим абсолютно свободно. Со свитерами, с джинсами, с футболками, с рубашками, с платьями, на каждый день, на выход, на мероприятие, на встречи с подругами, на свидание, как угодно. И на самом деле, моносерьги покупать не обязательно. Вы можете просто надеть одну сережку из вашего достаточно яркого комплекта. Главная задача моносерьги, чтобы она была интересной и необычной, потому что если вы просто надеваете одну сережку по сет, то будет казаться, что вы просто вторую потеряли. Нет как бы ощущения, что есть задумка какая-то в том, что одна сережка есть, другой нет. А вот когда у вас одна серега, активная, и с какими-то, я не знаю, декоративными деталями, стразами, какими-то украшениями в форме губ, глаза, чего угодно, что-то такое, как арт-объект, действительно появляется ощущение, что все очень интеншнл и сознательно. Если вам очень некомфортно оставлять второе ухо голым, в то время, как у вас здесь есть дырочка, вы можете просто добавить аккуратную, маленькую сережку-пусет в тон металлу этой же сережки, и все. Или наоборот, другого металла, и сочетать сразу два тренда в одном. Пишите в комментариях внизу, какой из трендов вы готовы попробовать в 2020 году. Люблю, целую. Ваша Рита.